Телеканал ГТРК и студия дизайна мебели Март представляют Телевизионный проект Камильфо Альберт Симушин, юрист, руководитель проекта Дорожные ангелы, 38 лет, не женат Этот человек не любит пиариться Умён, скромен, историческое и юридическое образование И защищает права водителей на дороге Добрый вечер, Альберт Добрый вечер, Наталья Очень рада, что вы нашли немного времени Знаю, что у вас полная занятость Очень вам благодарна Чай у нас сегодня дикая вишня Безумно вкусный, располагает в беседе Поэтому наливайте чай и поговорим Хорошо, спасибо за данное предложение Я думаю, давайте я вам налью чай, когда мне и... И у меня сразу вопрос Пока наливается чай, вопрос будет следующий Чуть больше года в городе Северодвинске открылась такая компания прекрасная, которая называется Дорожные ангелы Название мне, на мой взгляд, очень даже такое интересное Слово «ангелы» вообще это какая-то защита, хранение, да, то есть охраняет, защищает Откуда пришла идея названия и почему именно Дорожные ангелы? Ну, я вам скажу так В так называемом чистом виде Дорожные ангелы Там, например, фирменное наименование от данной организации или ЕП В данной ситуации нет Это круг ребят Здесь Северодвинцев, которые Организовали такую определенную Группу по взаимным интересам Связанное с тем, что донести определенную правовую культуру массы Связанное с вопросами ДТП и страховыми возмещениями Почему? Многих возмущала ситуация, что люди не могут определенно знать нюансов законодательства по защите прав потребителей О страховом деле, о страховых возмещениях и даже не знают, что такое понятие ОСАГО и КАСКО И в данном случае люди, которые организовались, они открыли страничку ВКонтакте И, как показало, люди ко мне приходили на консультации и говорили о том, как вы можете нам проинформировать ту или иную ситуацию И сделалось так, что организовались так, что как юрист я консультирую, приезжаю во вторник или в пятницу или определенные дни в Северодвинск Я знаю, что три раза в неделю вы бываете в Северодвинске Ну, бывает три раза Тут еще появилось так, что я еще езжу в ваши суды, судебные органы по определенным моментам по судебным спорам Вот такая ситуация Хорошо, вопрос тогда следующий Смотрите, вообще, по большому счету, люди, покупая машину, ее страхуют Да, есть КАСКО, есть ОСАГО, может быть, кто-то знает, кто-то не знает Есть страховые компании Почему? Когда я почитала, да, и познакомилась, сама не водитель, но когда познакомилась с деятельностью, да, вот дорожных ангелов вообще чем занимаются Страховые компании, это даже не в том, что они не выплачивают А почему вообще возникла идея, как бы не в альтернативу, наверное, а даже в какой-то противовес, что ли, страховым компаниям Почему страховые компании-то не отвечают или не всегда несут ответственность за ДТП? Понимаете, в чем дело? Здесь, скорее всего, не в самих бедах страховых компаний, а мнение о страховых компаниях, которое сложилось определенное у людей Связано с тем, что многие говорят о том, что страховая компания выплачивает мало Другие говорят, что обманывает страховая компания Но каждому случаю надо подходить индивидуально Все зависит от того, как люди, например, попав в аварию, понимают определенные нюансы законодательства Ну, то есть шаги, которые им нужно предпринимать Например, вот я почему бы, когда вы задавали первый вопрос, что такое дорожные ангелы и из чего и должны определенно какие действия совершают Прежде всего, я хотел бы обратить внимание, что в данной ситуации я здесь нахожусь как юрист В данном случае донести определенную правовую версию в то или иное ДТП Но самое главное людям объяснить, что в той или иной ситуации нужно поступать так, чтобы было выгодно для людей То есть, грубо говоря, вы защитники прав водителей на дорогах, правильно? Я даже больше скажу Вот я, исходя из того, что сейчас практика у меня определенная И в судах Архангельска, и в Сиродвинска, и в Котовсе, Коряжме, и в других по Архангельской области судах В данном случае у нас стоит задача не то, что взыскать штраф, неустойку У нас стоит задача, чтобы по независимой экспертизе, исходя из того, что человек пришел к независимому эксперту Он получит не то, что мы сделаем эту экспертизу, я сразу же акцентирую на это внимание А направим на независимую экспертизу человека, который получит объективную оценку Своему ущербу транспортному средству Я, может быть, много сейчас говорю об этом, но скажу так Говоря конкретно на ваши вопросы, я скажу так Что каждая ситуация, она индивидуальна И надо подходить к этому вопросу серьезно, исходя из того, что вы знаете Исходя из практики Вот такая ситуация Люди у нас насколько подкованы вообще в этих ситуациях? Насколько они себя правильно ведут? Наверное, не просто так ведь возникла, да, вот эта как бы служба Дорожных ангелов Мне кажется, многие как-то испытывают стресс и теряются Вот служба, я еще раз хотел бы еще обратить внимание, опять же, на определенную службу, да, вот понятие Так в чистом виде, например, ого, Дорожная ангела, она не существует, да, вот Например, опять же, юридическое лицо А что меня поразило, это ребята организовали и сейчас Дорожная ангела, да, вот это определенный бренд Бренд заключается в том, что люди знают, что здесь есть компетентные люди Направят на независимую экспертизу Люди, которые есть, юрист, который в данном случае Не то что в данном случае, но возьмет определенные обязательства И доведет до конца дела Или до суда, или досудебно урегулирует определенные нюансы Я хочу сказать так, что определенная рота этой деятельности заключается прежде всего в том, чтобы понять Надо из-за этого рынка, который сейчас существует, никому не секрет Есть мошенники определенные, которые выходят в доверие, например, у кого какие проблемы Много можно говорить случаев, как это происходит Так как я, когда мне приходят люди и говорят, что в данной ситуации произошла авария Мы обратились к тем или иным людям Они нам обещали бесплатно сделать определенные услуги Что потом выходит? Надо за это платить, за выезд платить За это надо платить То есть изначально людей То есть не обозначают, что у нас ума денег Да, вводят людей в заблуждение Это заблуждение, понятие заблуждения или обмана Ну, скорее всего, здесь подходит формулировка «вели заблуждение» И потом говорят о том, что, например, оформите на меня доверенность Я просто почему об этом говорю, чтобы люди не попадались на эти уловки Доверенность оформлять, а там 5 человек, арсенал людей, которые там стоят и говорят Они за вас будут потом ходить в суде А что самое интересное, что меня поражает Возможность в этой доверенности прописывать, что снимать денежные средства со счетов клиентов Вот что самое меня чего поражает Почему люди не считают эти доверенности Потом неожиданно, когда люди другие сходят по этой доверенности в суды И защищают интересы клиентов Они удивляются В решении, когда приходят сюда В решении сюда пишется Например, сумма ущерба составляет, например, 50 тысяч рублей Сумма штрафа, а неустойки, там 15 тысяч рублей Ну, получается 65 тысяч рублей И штраф еще 50% от этой суммы То есть получаете еще 30 тысяч Получается 100 А вот эти ребята, которые оформляют определенные все доверенности Или какие-то нюансы, они потом эти деньги Отдают клиенту 30 тысяч А они получают потом с этого счета 100 тысяч Такие случаи есть, они есть И когда ко мне приходят люди и показывают такие доверенности Я говорю, ребята, вам надо обращаться определенным Ребята, будьте осторожны Да, будьте осторожны Потому что бесплатный СССР бывает только где в мышеловке Еще один вопрос У вас два высших образования Да, два высших Первое историческое Историческим факультетом Да, второе юридическое Знаю, что вы преподавали и работали преподавателем в ПГУ в Архангельске Правильно? Да, я после окончания исторического факультета преподавал в школе В школе? В школе, да, один год Но, поймите, в той ситуации 98-й год, я вспоминаю Есть у молодых людей, особенно у наших мужчин Определенные, либо зарабатывают денежные средства, чтобы обеспечивать семью А есть отдаваться данной профессии Честно сказать, мне профессия очень нравилась Честно, мне нравятся особенно пятиклашки Пятиклашки, которые приходили из начальных классов Уже в стадию тогда, когда им преподаешь, например, Древний мир Это те, ну, с теми детьми, они чистые Они еще не испорчены жизнью Это еще та чистота, которая Хорошее восприятие Восприятие Когда они тебя спрашивают, вопросы задают Любознательность Любознательность Да, вот я это всегда вспоминаю Но, к сожалению, вам говорю, мужчина должен зарабатывать деньги Победение и зарабатывание денег К сожалению, да Не в том смысле, что мы такие Но жизнь, она диктует определенные свои корректировки Но от истории до сих пор не отказались? От истории нет Любите историю? Понимаете, исторический факультет Вот кто, ребята, которые со мной И мои коллеги, вот ребята, и студенты, которые проходили эту школу Это большой объем информации Мировоззрение, менталитет, он формируется от того, сколько ты знаешь Вот и исторический факультет, он как бы у меня расширил кругозор Особенно показал психологические аспекты Общения с, не только с детьми, да И с определенной молодежью Ну и показал определенные аспекты того, что нужно Ну, в жизни так же общаться Вот А вот юридический факультет, он направлен на то, что вы должны Право, этика, мораль К сожалению, я скажу так, что 98-го года Когда я, вот, например, анализирую свою жизнь Определенные этапы, я хотел бы, на самом деле, быть бы преподавателем Но, опять же, достойная зарплата Знаю, что вы очень бережно и очень заботливо относитесь к своей маме Мама особенный человек в вашей жизни Хотела спросить Скажите, пожалуйста, когда Была ли когда-нибудь такая ситуация Когда была безумно стыдно перед мамой Но вот что-то такое Сделали, что, ну, неудобно Неудобно, когда врать перед мамой Это серьезно За проделанную оплошность Нет, я маме сегодня соврал, а она меня не наругала и даже простила Понимаете, в чем дело Вот, на самом деле, связь сына и матери Это очень интересно И, на самом деле, у психологов есть определенные Значение матери заключается в том, что не только значение А мама, это мама тебя породила, она тебе дала жизнь И, на самом деле, она вкладывает в тебя самое хорошее Да, да И старается жить, чтобы сын был продолжением рода Сын, это, на самом деле, кто поддержит в трудную минуту И опора для матери И эту связь нельзя потерять Вот для меня, моя мама Она для меня опора Как я для нее буду опорой И она знает, что в данной ситуации Что, ну, всякая жизненная ситуация бывает Но для мужчин, которые видят и слышат эту передачу Скажу одно, что Самое, что важное в жизни Это уважать свою маму Никогда ее Вот даже вот есть такие взаимоотношения Между невестками, например И свекровью, так называемые, да Отношения Я скажу, исходя из своего опыта Скажу так, что Всегда я считаю, что в данной ситуации Надо, прежде всего, придерживаться мнения о своей маме Не о том, что я маменький сыночек Вот, только хотела спросить Да Есть ведь край какая-то тонкая Знаете почему? Я всегда доверяю и верю только своей матери Почему? Потому что, ну, в жизни есть определенное разочарование И в дружбе, и в бизнесе, в людях определенных Но одно знаю Кто придет на помощь, это твоя мама Мама помогает советом? Мама помогает Помогает Особенно я ценю маму в том, что в определенных моментах В определении людей То есть она из своего жизненного опыта Она обладает определенными способностями распознать Кто чужой, кто свой И, соответственно, мнение у ней есть У нее жизненный опыт А еще, Альберт, тогда один вопрос сразу же попутный Скажите, пожалуйста, вот Мама у вас Все понятно, что я согласна полностью С тем, что маму нужно беречь и заботиться И мама это важный очень человек в жизни У вас были такие ситуации, что Мама всегда хвалила только вас в любых ситуациях Или все-таки бывали ситуации, когда она спрашивала с вас строго? Ну, то есть не было такого, что Альбертик, ты всегда молодец Да, вот эти-то вот все плохие А вот ты-то молодец Ты самый лучший Ну, это как в КВН, да? А Сережа молодец Нет, я скажу так Что если воспитывается ребенок в строгости В определенных рамках общения Мама, она подталкивает к определенным действиям И в своей жизни, я благодаря маме Ну, шпаной воспитывалась в определенных моментах Когда приходишь со школы, кидаешь в портфель и бегаешь, играешь в футбол Мама определенная тебе направляется Сынок, а ты думай о будущем Тебе нужно... Ты хочешь подметать, как у дяди Васи дворником Хочешь так же убирать помолку и так далее Много мнения о твоей маме Мама, она примером определенным Она тебе направляет И еще раз говорю о том Что многие, может быть, сейчас видят и слышат то, что я говорю Есть такое понятие, опять же, маменькин сыночек Я считаю, что в мужчине Закладывается определенная Мужчина, он должен быть мужчиной То есть отвечать за свои поступки А самое главное, не грузить своими проблемами Вот что Своей маме я ценю И говорю о маме С большим уважением Что вот мне 38 лет И за 38 лет я еще раз убеждаюсь Что надо не терять вот эту связь Между мамой и сыном И еще Хоть бы что-то кто-то говорил Там мама плохая И так далее Я знаю только одно Мама давала тебе жизнь Мама, от тебя много чего от нее зависит В каком плане? В психологическом кто тебя поддержит? Ну, всякие ситуации бывают Мужчины, когда Ну, приходят Обухом жизнь так ударит Что потом Ты не знаешь, куда деваться Это бывает Нужно отряхнуться и пойти дальше Все нормально Все хорошо Я интересно Вы, конечно, задаете эти вопросы Я сам не ожидал Такого То, что вы будете задавать эти вопросы Но я скажу вам честно Что Ну, многих, может, кто услышит Придерживаются моего мнения Особенно мужчин Я скажу Вот мужикам, мужчинам, ребятам Я скажу одно Слушайте, что говорит мама Поверьте мне Это точно Маму нужно слушать Спонсор программы Студия дизайна мебели Март Кухни Детские Шкафы-купе Советская 27А Телефон 55 27 85 Альберт Викторович Хочу с вами поговорить О деньгах Давайте, хорошо Любимая тема? Ну Расскажите, как можно Как лучше заработать денег? Честно? Честно Не давать никому денег в долг Это первый закон Дальше Научиться Отдавать с радостью Ну, это опять же денег Опять же Опять же Не, ну 7 духовных законов жизни Мы уже с вами говорили Никто не отменял Да Закон дарения Закон обратной связи А вот больше вам скажу Насчет денег Я тоже очень суеверный Вопрос о денег Да, да, да И суеверие Определенно заключается Мусор на ночь не выносят Сто пудово Пусть он у меня лежит в машине Пахнет Пахнет утром Даже я его еще в утро поезжу, Стив Но днем я, как говорится Его найду возможность И его в мусорный ящик кинуть Но самое, что удивительно Насчет денег Я скажу вам одну вещь Деньги не надо зарабатывать Как понятие Их надо возможность Так сделать свою жизнь Что вот ощущение твоей жизни Она шло так Что деньги, они сами Приходили к тебе в руки Особенно Нужно правильно организовать И уметь делиться с людьми Чтобы организовать определенную деятельность Если нет денег То чем делиться-то? А, интересный вопрос Вот насчет кредитования Сначала Да Вот знаете, что интересно Сначала Да, вот начнем Для того, чтобы организовать бизнес Надо взять эти деньги в кредит Кредит К примеру, да, говорят Ну На самом деле есть зерно Но надо же эти деньги отдавать А никто не любит отдавать И определенно так Ну, строить свои взаимоотношения На самом деле Заключается в том Что Надо сначала В этой сфере поработать Самому У того, кто этот человек Знает Определенную эту сферу Многие так и учатся На этом бизнесе Скопив определенную сумму Зная, что это можно развиться Два-три месяца Это очень важный Очень тяжкий период Это полгода Бизнес Когда у тебя все доходы Переходят в расходы А еще остается возможность Дети еще Не хватает еще 15-20% Ну, чтобы их отдать Ну, оттягиваешь определенное время Отдачи денег Ну, определенный закон Чем брать кредит Ну, самое главное В бизнесе Самое главное правило Да Какое? Правило Не только Не жадничать Как есть понятие А грамотно Балансировать денежные средства И придерживать В определенных моментах Не налево, а направо Надо сто раз подумать Куда эти деньги Отдавать, но с умом Но с умом Правильно Ладно Еще Хочу поговорить О женщинах В чем для вас Секрет женской Привлекательности Красоты В чем он заключается Интересный вопрос Очень Очень интересный Я скажу так Вот сколько С домами общаешься Прежде всего Что в женщине Импонирует Не то, что Внешняя оболочка Да, вот Мужчина для мужчины Важна Это чистота Поверьте мне Чистота Душевная составляющая То есть души А как вы Разглядите Вот чистоту И душу Вот внешняя оболочка Вот как Ну конечно Надо Определенное время Чтобы пообщаться С этим человеком То есть женщиной С девушкой И увидеть ее Положительные стороны И так далее Что для вас Положительные стороны В женщине Положительные стороны Ну Прежде всего Это Умение слушать Старом Удивительно Да Прислушиваться Умение Не только Вот мы мужчины Опять же Я вам говорил Один очень важный закон Не грузить женщину Проблемами Да Вот например Все же женщины Любят подарки Да Конечно Колечко там Не то что любят Приятно Приятно Потому что есть внимание Да Вот например Мужчина Я знаю Что женщину Это мне нравится Мне приятно Этому человеку Делать подарки Делать эти подарки А почему мне приятно Делать эти подарки А потому что Человек Делает Вот девушка Делает Знаки внимания Говорит о том Что мне приятно Получать Эти подарки Я Тебе душевную частицу Вот этой чистоты Вот Дарю Дарю То есть В этой ситуации Видите в чем дело То есть С высоты своих двух браков Скажу так Что Женщина для меня Всегда загадка До сих пор Но Опять же в женщинах И надо ценить одно Что Они откровенны И не врут Еще бы Сказал Вот эти качества И Это проверяется Определенно Ну спустя определенный период Какими-то Да Вот что Меня в женщине Не привлекает Это во-первых Когда женщина На самом деле Курит Выпивает Не контролирует Ту или иную ситуацию А бокал сухого вина Это можно Конечно Спасибо Я не говорю Что О том Что это Так должно быть Но Понимаете У каждого Тоже Определенно Особенно Женщину Можно Или девушку Распознать Когда общаешься В компании То есть Это Ну При мудрости Всем известно Ребятам И Хорошо Альберт Викторович Что Женщина По вашему мнению Никогда Не должна Говорить Мужчине Что Не должна Женщина Говорить Мужчине Неправду Неправду А есть ли Вас спасение Разная ситуация Я не готов Ничего Говорить И делать Какие суждения Абсолютно Еще один Вопрос Да Последний Знаю Что вы Мало свободного Времени Четыре года Не были в отпуске Это правда Да Может быть Сказать так Когда хотите Планируете Поехать Отдыхать И куда Ближайшее время Ближайшее время Никуда Не планирую Никуда Отдыхать Знаете почему Загородный дом Вот у меня Отдых Вот на самом деле Вот в чем заключается Ну странно Разучит Но многие так у нас На самом деле Северяне живут Это дача Отдых дачи Заключает в том Что это твой островок Определенного Как бы сказать Уединения Уединения Да И Хорошо сидеть За Камином Рядом с камином И Обдумывать Определенные моменты Отдых Понимаете В чем Вот у нас Вот я почему Очень важное Воспитание ребенка Опять же труд Я знаю Что с 84 года К примеру Да Меня папа и мама Взяли в участок И меня как ребенка То есть туда Приучали к труду Приучали к труду Какое было самое Ваше главное Трудовое поручение На дачном участке Первое Самое поручение Даже хорошо ее помню Это когда с папой Таскали кору На Болотистый участок И засыпали в участок Ну и конечно Вы корчевывали Например Ёлк Корень Которые оставались И Навсегда Я запомнил Что ты носишь Маленький кулечек Тебе всего 6-7 лет А папа носит Примерно Раньше как Тележек Так таких не было Мешки накладываются Отсев Или Куру И ты еще маленький кулечек Носишь Папа Тебе еще 2-3 лопаты Туда Запихивают Вот это первое И ты горд И тебе папа говорит Вот сынок молодец Как ты мне помог Хорошо Времени у нас не очень много Маленький блиц-запрос Позволите? Давайте Хорошо Комментировать не буду Просто коротенькие вопросики На которые Вы дадите ответ Первый вопрос Где и когда Вы были наиболее счастливы? Где я был наиболее счастлив Коротенький вопрос Коротенький? Да здесь Где я живу Там я счастлив Отлично На родине На родине, да Хорошо Вы одинокий человек? Нет Хорошо А закончите предложение Одиночество Это? Пустота Хорошо Какой главный недостаток Больше в себе не любите? В себе не люблю Недостаток Отсутствие систематизации Отсутствие систематизации Хорошо Какой способностью Вы бы хотели обладать? Обладать Способностью Вот интересно Вопрос вы задали А вот не ошибаться в людях Не ошибаться в людях Отлично Еще один вопрос Какая историческая личность Вам наиболее симпатична? Я вас поражу Вот этим ответом Наверное Скорее всего И многие Может быть Процентов 50 Слушатели Скажут Что В данном случае Какая личность? Мне Честно сказать Нравится Сталин Иосиф 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 К сожалению Многие Это воспринимают Мой выбор Но скажу Как есть Хорошо Каким пяти вещам В своей жизни Вы благодарны? Пяти вещам? Именно вещам А не личностям Пусть мы Назовем Пять Каких-то Признаков Я не знаю Как они будут Градироваться Но каким-то Пяти Определенностям Которым вы благодарны В жизни Определенностям Я скажу Тому Что У меня есть Определенное упорство Первое Первое Да Упорство Живость ума Второе Третье Ну то есть Своего Что Скажу Ну Я считаю Плюсом Это Работоспособность Трудолюбие И Пятое Я считаю Ну это На самом деле Окружать Это чувство Мне вот Очень важно Окружать Достойными себя Людьми Я всегда Критерии К работникам Прежде всего Обращаю внимание Не на Определенные Там интеллектуальные Способности Оценю Очень В людях Верность И Самое главное Порядочность Отношений То есть По мною канту Мы живем как Ну не делай Не поступай так Как ты не хочешь Что поступай В отношения к тебе Я живу По этому принципу И я по этому принципу Живу Хотя Я и мною канта Называли определенным Безбожником И его не любили В сфере Священнослужителей Но Надо по этому закону Определенно жить Потому что Хорошо Вот ключ к успеху Я считаю Ключ к успеху Отлично Последняя книга Которую вы прочитали Библия И что для вас счастье? Для меня счастье А вот кстати Насчет Библии Вы хорошо Меня Поразил вас вопрос Я Библия Когда Ну перелестывал Еще в школьные годы Там юноше Сейчас я решил Эту книжку Прочитать И каждый раз Видишь новыми глазами Правда? Я обладеваю Сколько там много Есть определенных вещей Того чего раньше Не видел А что ты Что ты А когда еще Ты определенный Имеешь опыт В общении с людьми Особенно в бизнесе А бизнес это Зеркало Зеркало Определенных Ну Черт Твоей упорядоченности В жизни Да Упорядоченности В жизни Библия Эта книжка Это меня Просто поразило А на последний Ваш вопрос Что есть счастье? Что есть счастье? Счастье я считаю Это то что Гармония должна быть Во всем Гармония Взаимопонимания Вот например Между мужчиной и женщиной Это взаимопонимание Гармония То что Ты должен придерживаться Определенных Ну Не то что придерживаться Должен слова А вот От души все должно быть Гармония Альберт Викторович Спасибо вам большое За сегодняшний разговор За то что вы нашли время Приехали из Архангельска Для вас чай Большое спасибо Я желаю вам успехов На юридическом поприще Не отказываться от вашей справедливости От ваших добродетелей Чтобы у вас все было прекрасно И собраться в ближайшее время Поотдыхать В отпуск Отдыхать тоже нужно Спасибо Сегодня это все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому